Здравствуйте, я Nostroma771. Сегодня я хотел бы продолжить тестовые мероприятия в отношении центра безопасности Microsoft Windows Defender версии 4.11.15.0.63.0. Общие сведения о продукте. Информация о системе Windows 10 версия профессиональная 17.03. Вторая часть тестовых мероприятий выполняется с учетом требования операционной системы поступаемым загружаемым объектом без игнорирования соответствующих предупреждений, что наблюдалось в первой версии тестирования, когда запросы системы пользователь всячески игнорировал и запускал элементы, которые поступали к нему на территорию компьютера. Краткая информация о защитнике Windows. Служба архивации настроена таким образом, чтобы сохранить элементы, которые расположены на рабочем столе, заархивировать их и в случае каких-либо проблем в дальнейшем восстановить. Данные архивируются по умолчанию каждый час. По-прежнему на рабочем столе мы наблюдаем две директории. Это вирус, которая в настоящий момент пуста, сюда будут загружаться элементы с удаленного сервера. Таких элементов для данного теста подготовлено 200. Директория для шифраторов по-прежнему содержит элементы, наиболее часто подверженные шифрованию программами-вымогателями. Тестирование будет выполняться в два этапа. Первый этап это загрузка с удаленного ресурса объектов и последующий их запуск, если это будет возможно. И второй этап предполагает появление зловредных элементов в архиве без загрузки с удаленного ресурса. Приступаем к выполнению первого варианта. Перед выполнением загрузки проверяю наличие обновлений. Установлены самые последние обновления на текущий момент. Объект номер один. Загрузка. Сохранение в директорию вирус. Объект на территорию директории не поступает. Каких-либо уведомлений от антивируса также не последовало. Объект 110. Загрузка. Сохранение. Элемент появляется в директории, однако удаляется антивирусом как небезопасный. Последний элемент в директории 200. Сохранение. Объект появляется в директории и продолжает присутствовать. Общее количество элементов после загрузки с удаленного ресурса в директории 109. Выполняю принудительное пользовательское сканирование. Проверить с использованием Windows Defender. Завершается сканирование. Всего проверял с учетом распаковки 272 элемента. Угрозы не обнаружены. Проверяю данные элементы при помощи дополнительного сканера Zimano Anti-Malva на предмет их фактической зловредности в настоящий момент. Из представленных элементов 75 Zimano Anti-Malva считает опасными по разным причинам. Приступаю к запуску оставшихся в директории элементов. Объект номер 2. Запуск от имени администратора. Появляется предупреждение фильтра Smart Screen защитника Windows. Запуск неопознанного приложения, которое может подвергнуть компьютер риску, предотвращен. Можно получить более подробные сведения. Рекомендуется данный элемент не выполнять. Так как в данном тесте я ориентируюсь на любые предупреждения системы безопасности, то соответственно не выполняется. Объект номер 5. Предупреждение. Блокировка Smart Screen. Объект 7. Блокировка Smart Screen. 47. Обнаружен вредоносный файл. Это приложение может нанести вред устройству. Также могут быть под угрозой конфиденциальные личные сведения. Предупреждение красного цвета. И соответственно здесь также имеется возможность запустить в любом случае. Однако данное предупреждение однозначно утверждает о том, что файл является вредоносным. Блокировка. 87. Блокировки Smart Screen не последовало. Однако появляется предупреждение второго уровня безопасности контроля учетных записей. Разрешить ли этому приложению от имени неизвестного издателя вносить изменения на данном устройстве. 87. Элемент. Предупреждение желтого цвета без каких-либо дополнительных пояснений. Издатель. Данное отсутствует. Выполняю запуск этого объекта. И запускается приложение, которое анализируется и определяется как Win32K Logger. Горячие клавиши перехват. Данное приложение представляет из себя взломщик игрового приложения, где можно добавить кредиты и дополнительные элементы. Закрываю. Элемент из памяти выгружается. Объект. 88. Предупреждение Smart Screen. 109. Предупреждение голубого цвета. Приложение 109. Проверенный издатель. Все равно предлагается по умолчанию отказаться от выполнения данного приложения. Это контроль учетных записей, где пользователь самостоятельно принимает решение. Продолжаю выполнение данного указанного приложения. Появляется в памяти. Анализируется. Стартуют дополнительные процессы. Однако, каких-либо действий не наблюдается. 143 элемент. Блок. 198. Блокировка. 199. Блокировка. И последний элемент в директории 200. Аналогично, предупреждение и блокировка технологии защиты Smart Screen. Таким образом, из представленных элементов, без блокировки Smart Screen, попытались стартовать два элемента. Один из которых являлся клавиатурным перехватчиком. Второй элемент установка U-Torrent, который фактически себя в системе после старта не проявил. Каких-либо опасных элементов, по данным комода Killswitch, в памяти в настоящий момент нет. Выполняю сканирование системы при помощи защитника Windows. Выполняю полную проверку. В процессе выполнения проверки было обнаружено 25 угроз. Выполняю их удаление. Все обнаруженные угрозы удалены. Выполняю рестарт системы. Перезагрузка выполняется без каких-либо проблем. Компьютер загружается в стандартном штатном режиме. Система безопасности функционирует без каких-либо нареканий. Открываю директорию вирус. Здесь по-прежнему 109 элементов. Пробую данные объекты ликвидировать. Удаляю. Все элементы легко удаляются. В режиме реального времени ни один из объектов не работает. Проверяем директорию для шифраторов. Архивы доступны. Видео шифрованию не подвергались. Документы доступны. Музыкальные объекты все доступны. Изображения доступны. Шифрованию не подвергались. Согласно данных комоду Kill Switch, в настоящий момент в системе каких-либо опасных, неизвестных, проверяемых элементов не обнаружено. Выполняю проверку территории компьютера дополнительными сканерами. Zimano Antimalwa каких-либо опасных элементов на территории компьютера не находит. Hitman Pro. Следов заражения системы нет. Malwa & Bytes Antimalwa. Завершается проверка. Был обнаружен один объект. На территории директории SysWave64 присутствует Hack Tool Hotkey Hook. Этот элемент был запущен в процессе старта клавиатурного перехватчика и присутствует в виде библиотеки. Соответственно, если бы данный элемент мной не запускался, то и данного объекта, обнаруженного Malwa & Bytes, в системе не присутствовало. Приступая ко второй части тестирования, теперь отобранные подготовленные зловредные объекты, которые на момент отбора не были известны защитнику Windows, будут распакованы из архива непосредственно на рабочем столе, куда они поступили с флеш-накопителя. Выполняем принудительную проверку на обновление. Новых обновлений не обнаружено. Выполняю распаковку архивного объекта. Ввожу пароль. В процессе распаковки начинается обнаружение опасных элементов. Антивирус удаляет объекты, которые считает опасными. Завершается распаковка. Открываем директорию. Внутри 199 объектов и количество начинает уменьшаться по мере обработки элементов антивирусом. 132 элемента. Выполняю принудительную пользовательскую проверку директории. Дополнительно было обнаружено 11 угроз. Удаляю. После обработки была обнаружена еще одна угроза. Предлагается выполнить сканирование в автономном режиме, что я и делаю. После рестарта выполнения сканирования открываем директорию. Внутри 107 элементов. Прочие были ликвидированы и продолжают удаляться Windows Defender. Вновь обнаружение и удаление угроз. Часть объектов в процессе выполнения, сканирования и обработки были направлены на исследование через разрешение пользователя. Поэтому, возможно, еще элементы будут удаляться постепенно в дальнейшем. Приступая к запуску данных оставшихся объектов. Объект номер 2. Запуск от имени администратора. Предупреждение контроля учетных записей желтого цвета. Разрешить этому приложению от неизвестного издателя вносить изменения на вашем устройстве. Подсвечивается отказ от данной операции. Издатель нет данных. Отказываюсь. Объект 5. Аналогично. Издатель нет данных. Отказываюсь. 55 элемент. Блокировка. Объект 109. Сообщение голубого цвета. Проверенный издатель. Источник файла жесткий диск. Несмотря на то, что подсвечивается блокировка, то есть отказ от запуска данного приложения, так как в принципе объект данный не носит какой-либо опасности, я разрешаю его работу. Попытка старта и элемент из памяти выгружается. 148 объект. Блок. Объект 199. Блокировка. Последний элемент в директории 200. Неизвестный издатель. Блокировка. Таким образом, практически все элементы, которые поступали на запуск, были заблокированы пользователем, так как издатель приложений является неизвестным. Каких-либо неизвестных опасных элементов, по данным комода Kill Switch, памяти в настоящее время нет. Выполняю сканирование системы при помощи Windows Defender. Быстрая проверка. Завершается проверка. Угрозы на территории компьютера обнаружены не были. Выполняю рестарт системы. Система загружается в стандартном режиме, никаких предупреждений не поступает. Смотрим директорию, где располагались зловредные элементы. Здесь 107 элементов. Обнаружения продолжаются. Выполняю удаление объектов из данной директории. Все элементы легко удаляются. В режиме реального времени ни один из объектов не работает. Смотрим директорию для шифраторов. Архивы доступны. Видео объекты все доступны. Документы доступны и читабельны. Музыкальные объекты доступны. Изображения доступны. Шифрованию ни один из объектов не подвергался. Выполняю сканирование территории компьютера дополнительными сканерами. Зимана антимолва. Каких-либо опасных элементов на территории компьютера обнаружено не было. Hitman Pro. Следов заражения системы не обнаружено. Завершается сканирование маловой байтс. Каких-либо опасных элементов на территории компьютера обнаружено не было. И еще один дополнительный вариант тестирования. Теперь мы вновь будем разрешать все. Учитываем, что пользователь отключает дополнительные системы защиты, которыми являются контроль учетных записей и Smart Screen. В данном случае распаковка выполняется оставшихся элементов после загрузки с удаленного ресурса. Таким образом Smart Screen уже реагировать на данные файлы не должен. Контроль учетных записей отключается. Каких-либо уведомлений данная функция при запуске приложений выдавать не будет. Мы работаем в режиме, когда пользователь не использует дополнительные функции безопасности, кроме фактической работы самого защитника и его компонентов. Проверяем наличие обновлений. Новых обновлений нет. Приступаю к запуску элементов. Объект номер 2 от имени администратора. Невозможно запустить в данной операционной системе. Объект номер 5. Ошибка в процессе выполнения объекта. Определен как вирус ВИН32 ВИРУТ. Однако ввиду ошибки закрывается и из памяти выгружается. 23 элемент. Установщик. Груфтория мод симуляйшн. Финальная версия. Объект неизвестен. Экспресс. Инсталляция рекомендуется. Появляются новые процессы в системе, которые через некоторое время выгружаются. 23 продолжает присутствовать и определен как неизвестный. Online Application. Продолжается инсталляция. Ошибка в процессе выполнения. Битность не понравилась. И часть элементов выгружается из памяти. Остается в работе инсталлер. Найдены угрозы сообщает Windows Defender. Инсталлятор выгружается. Остается работающим Online Guardian. Объект 70. Появляется в памяти, анализируется. Определен как неизвестный. И продолжает присутствовать. Объект 87. Появляется в памяти, анализируется. Определен как Win32K Logger. Hot Case. Hook. Программа для взлома с возможностью добавления денежных средств. И так далее. Закрываю элемент. Объект из памяти выгружается. Объект 108. Появляется в памяти, как два процесса. Анализируется. Определен как Молва. Пока продолжает присутствовать. Объект 130. Появляется в памяти, анализируется. Два процесса. Определен как 3-январевин32ЯКС. Который через некоторое время выгружается. Объект 152. Появляется в памяти, анализируется. Определен как неизвестный. Присутствует в двух процессах. Через некоторое время оба выгружаются. Элемент 153. Закрывает приложения, которые были открыты. Проброс процессов. Замедляется работа мыши. Резко поднимается нагрузка. До 100% стартуют, выгружаются дополнительные процессы. Открываем папку. Объект 153. Определен как неизвестный и продолжает присутствовать в памяти. Элемент 161. Появляется в памяти, анализируется. Определен как вирус ВИН32ВИРУТ. И продолжает присутствовать. Элемент 167. Появляется в памяти, анализируется. Определен как неизвестный. Продолжает присутствовать. Объект 183. Предупреждение. Приложение заблокировано, так как является опасным. Закрываю. Объект 187. Появляется в памяти, анализируется. Определен как PacketWin32 Moves и продолжает присутствовать. Объект 200. Последний элемент из присутствующих. Попытка старта, выгрузка. Были запущены все элементы, которые находились в директории. Удаляю объекты, которые ранее здесь отсутствовали и были распакованы в процессе работы некоторых элементов. В директории остается 105 объектов. В настоящий момент в памяти наблюдается присутствие двух красных объектов, вирус Вин32 Верут и Молва, а также четырех неизвестных. Выполняю сканирование системы при помощи защитника. Выполняю полное сканирование. Угрозы обнаружены не были. Предлагается выполнить проверку в автономном режиме, что я и делаю. В ходе рестарта загружается дополнительная страница, которая сообщает нам в текстовом документе о том, что данные были зашифрованы ключом 2048 RCA. И для того, чтобы файлы извлечь, указывается, что необходимо сделать, как выйти на связь. Мы видим, что наш архив распаковки зашифрован. Открываем директорию для шифраторов. Здесь присутствуют элементы с дополнительными расширениями, которые также сообщают о шифровании. Архивы зашифрованы. RAR и ZIP. Видеообъекты частично зашифрованы, только МКВ остался незашифрованным. Документы практически все зашифрованы различными расширениями. Текстовые VVV добавляется. Прочие. Crypted. Видимо, работало несколько шифраторов. Музыкальные объекты. Flag не зашифрован. MP3 не зашифрован. Изображение. BMP зашифрован. GIF шифрованию не подвергался. HTML шифрованию не подвергался. JMPG зашифрован. PNG зашифрован. TIFF зашифрован. Что касается директорий virus, здесь в настоящий момент находится 107 элементов, так как добавилось 2 объекта уведомления о шифровании. Таким образом остается 105 объектов. Пробую удалить данные элементы. Все объекты легко удаляются в режиме реального времени, ни одна программа из данной директории не работала. Согласно данных комоды KiehlSwitch, в памяти присутствуют 3 элемента Online Guardian, неизвестных, 1 модуль 3.1.32.yax, элемент с ошибкой, присутствующий в памяти, и элементы Microsoft. Выполняю сканирование системы дополнительными сканерами. На территории диска C также появились дополнительные файлы с уведомлением, где сообщается о том, что файлы были зашифрованы, указан код соответствующий и электронный адрес, на который необходимо отправить уведомления и получить дальнейшие инструкции. Завершается сканирование Zimano Anti-Malva. Было обнаружено 31 зловредное видоизменение. Hitman Pro находит 9 опасных элементов в системе следов 24. Завершается сканирование Malva и Bytes. Было обнаружено 101 опасное видоизменение. Предлагаю попробовать восстановить объекты из ранее сохраненных копий в архивах. Восстановление объектов. Пробуем выполнить операцию восстановления. Правда появляется уведомление о том, что у нас имеет место быть проблема. История файлов. Повторно подключите диск и попробуйте еще раз. Диск D отключен. Я так подозреваю, директория, где находились объекты, подвергалась дополнительной обработке шифратора. И по всей видимости, к сожалению, восстановить мы ничего не сможем. Вот объекты, которые сохранялись. И это сохранение, увы, уже некорректно. Поэтому программа и пишет недопустимость возможности восстановления объектов. Предполагаю так. В качестве заключения хотелось бы сказать следующее. Данное видео наглядно демонстрирует, что если пользователь внимательно прислушивается к требованиям, настроенные по умолчанию системы, когда работает Smart Screen, когда функционирует контроль учетных записей, то он сможет избежать каких-либо серьезных заражений операционной системы и файлов. Если же отключаются данные компоненты, то здесь невозможно предсказать, что в дальнейшем произойдет. Потому что антивирус в чистом виде, без дополнительных средств защиты, на 100% защитить ваш компьютер, к сожалению, не сможет. И это наглядно демонстрируется в проведенном тестовом мероприятии. С вами был NoStroma771. Спасибо за внимание. До свидания.